Меня зовут Зазульна Татьяна Андреевна. Я звоню вам из Банка Русский Стандарт. Я специалист кредитного управления. Маскладка от КА36. Юлия Сергеевна, это вы? Я. Очень приятно. Звоню вам по поводу вашей задолженности по карте. Трэлл Классик. Номер договора 1176-49067. 4 числа у вас была дата платежа. К сожалению, до сих пор оплата в полном объеме не поступила. Более 60 дней ваш договор уже на втором уровне просрочки. Вы понимаете, да? Угу. Общий платеж по счету выписки с учетом текущего у вас платежа составляет 6281 рубль 47 копеек. К сожалению, банка срочки больше не предоставляет и сегодняшний день установлен как крайний для оплаты. Скажите, уже оплатили чек на руках имеется? Нет, не оплатила, но вы мне зря позвонили. И информацию предоставили вы мне неверную. Потому что вчера я разговаривала со старшим специалистом вашего управления Сергея Александровича, его зовут. Он мне дал свой личный номер телефона, мы с ним договорились об оплате на другой срок. И все вопросы сказали... Юлия Сергеевна, ваш договор сейчас у меня в работе. Я не знаю, с кем вы договаривались и с кем позвонивали. Нет, вы меня обманываете. Банком... Я вчера даже разговаривала и даже записала номер телефона. И все разговоры у меня записали. Хорошо, Юлия Сергеевна. Я продолжать не буду, я разговариваю только с Сергеем Александровичем. Всего доброго. От того, что вы сейчас положите трубку, вопрос о оплате не решится. Ваш договор находится на особом, на повышенном уровне пропуска. Это второй, это уже не первый. По вашему тарифному плану, за пропуск платежа банк начисляет неустойку ежедневно в размере 20% годовых на сумму основного долга и сумму просроченных процентов. Сегодня от вас оплата должна поступить 100%. А срочки у вас больше нет. Юлия Сергеевна, по какой причине вы оплату не производите более 60 дней? А я с вами разговаривать не буду. Я уже с Сергеем Александровичem все рассказала вчера. Вы знаете, к чему это может привести? Ой, мне вчера все рассказали. Ну и конечно. И мало того, он мне еще сказал, что если мне будут звонки от Банка русских стандартов приступать, то с вами не стоит разговаривать и сказать, что я разговариваю с Сергеем Александровичем только. Да? А кто такой он? Он кто такой? Он вам кем представился, Юлия Сергеевна? А я сказал старший специалист отдела обеспечения Банка русских стандартов. А вы ему верите, да? Вы ему верите на слово? Ну, вообще-то, до этого мне звонил тоже специалист из Банка Русский Стандарт и сказал, что мой кредитный договор на руках у Сергея Александровича. И что будет у вас вопрос сейчас у меня в работе. Я вам звоню с Москвы. Я звоню вам с Москвы, как сказать, 36. Это главный офис. Я не знаю, кто вам звонил. Я сейчас на данный момент не вижу этого по комментариям вашей кредитной истории. Я не знаю, кто с вами созванивался. Сейчас на данный момент для вас очень важно решить вопрос с оплатой, так как сейчас после нашего с вами диалога мне необходимо будет информацию руководству передавать. Ваш договор может перейти на следующую ступень изыскания, где банк в любой момент может расторгнуть договор и выставить сумму долга к оплате. Так как более 60 дней без оплаты договор ваш находится. Это недопустимо. Сегодня оплата от вас поступает? Я вам все сказала. Трубочек вводите. Юлия Сергеевна. Формат работы на данный момент поменялся. Именно поэтому, если мы сейчас с вами не договоримся об оплате, то банк может для подтверждения адреса проживания, места работы, проверки платежеспособности и наличия имущества уже направить к вам специалистов. Ко мне, кстати, должен был приехать. Необходимыми документами. Ко мне должен был приехать. Я два дня его ждала. Никто не приехал. А вы хотите так работать с банком? У вас есть специалистами? Конечно, есть. Есть? То есть вас это устраивает? Вы хотите только так с банком взаимодействовать? Хотите? Давайте я к вам приеду. Для чего? Оплатить? Давайте. Нет, поговорить. Они же поговорить приезжают. Это стоит поговорить. Оплатить? Почему вы не оплачиваете? По какой причине? Я вчера Сергею Александровичу уже объяснил. Он должен был отметку поставить. К сожалению, нет никакой отметки. Ну вот у вас разговор записывается. У меня тоже. Я вам говорю. Мне звонил Сергей Александрович вчера. Старший специалист. Это делаю же в стране банк русских стандартов. Ну хорошо. А вы готовы переплачивать банку? Вам каждый день неустойку банк начисляет? А вы не имеете права? А у вас в Центробанку ставочка 10,5 процентов? Что? Что еще раз не имеют права? В данном случае нарушает закон. У Центробанка 10,5 процентов ставка. Вы не имеете права? Как же это? Неустойка согласно 311 статье Гражданского кодекса Российской Федерации начисляется вам? Начисляется. И вы обязаны их выплачивать? Вы, к сожалению, сейчас нарушаете условия договора вашего, который несет юридическую силу. Как же при этом нарушаете закон? 309 статью Гражданского кодекса Российской Федерации о нарушении условий кредитного договора. 309, скажите. 310 статью Гражданского кодекса Российской Федерации о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. В чем ваша выгода? Почему вы не оплачиваете? У меня выгоды нет. А почему тогда вы не оплачиваете? Финансовые сложности. Хорошо. За это время вы их до сих пор не решили? Нет. У вас было предостаточно времени. Обращайтесь к близким в таком случае вашим за помощью. Родственники, как ваши относятся к данной ситуации? А у вас там в методичке одно и то же написано? Что? Ну, вы по криптам там читаете по методичке. Вот там одно и то же говорите. Я сейчас от себя вам говорю. Никакой методички нет. Нет. Я вам последствия довожу, не оплат. Ваша кредитная история, которую вы сейчас ухудшаете прописками платежей, ваши родственники знают? Что так же может на них напрямую повлиять. А я вам тоже рассказала, что я еще раз разговаривал. Я с ним все объяснилась. А вы сейчас мне звоните. Я думаю, вы мошенница. Я вам представилась согласно закону. Я вам представилась согласно закону. Я вам представилась. И так все пришло, я сказал. Сегодня закон от вас поступает? Солиста. Юлия Сергеевна, я вам представилась. Мне еще раз представиться? Нет, понимаете, представить. Я тоже могу сейчас как-то... У вас договор сейчас... А, то есть ему вы верите, да? Ему вы доверили. Ему вы верите. А вы мне свой номер мобильного телефона? Скажите личный. А для чего вам это? А он мне сказал. Сказал, по всему вопросу, звоните ему. Ну, мы с ним договорились по поводу реструктуризации, по поводу заморозки договора. Заморозки договора? Такое существует? Это он вам так сказал? А вы не знаете, что это существует? Есть такое. А на какое время тогда вам заморозят ваши платежи? А это уже не ваше дело. А почему не мое? Потому что я считаю, что вы мошенница. Я с вами наеду... Это ваше право, вы можете так... Ну, тем не менее, разговариваете сейчас? Ну, правильно. Я потому что не хочу первую трубку класть. Не хочу давать вам возможность заработать денежку за данный разговор. Что? За то, что мы с вами разговариваем, я зарабатываю на этом деньги? Конечно. Если вы со мной сейчас договоритесь, то вы денежку получите. А не договоритесь, если ничего не получите. А то есть, тот, кто с вами работает, он не зарабатывает на вас? Вы так считаете? А я не работаю на вас. А, ну, нравится это, это другой же разговор. Мне сразу не понравилось, как он разговаривает на поношенных тонах. Я с вами спокойно разговариваю. Да нет, я бы не сказала. Это ваше мнение. О, охота от вас сегодня поступает? Что вы сказали? Что я не хочу передавать информацию руководству, что оплата от вас не поступает? Мы фиксируем отказ. Я вам сейчас установлены банком. О, о, вы все слушаете меня. Я вас уже наслушалась до смерти. Вы там под запись телефонных разговоров записываете. Вот я сейчас лично говорю от себя. Что я вам говорю, сто процентов, что я все переговоры буду вести с Сергеем Александровичем. Он мне сказал о том, что у него кредитный договор мой на руках. Мы на счет оплаты с ним договорились. Он мне назначил срок, когда нужно оплатить. Дал мне свой личный мобильный телефон. И сказал мне, спросил звонки, поступать будет в Татбанк. Он говорит, не должны по идее. Но если будут, вы говорите, ссылайтесь на меня. И все. Юлия Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот этот сотрудник, с которым вы работаете, да, вы говорите, он готов с вами разделить платеж? Когда банк выставит вам всю сумму долга к оплате, он поможет вам? Он вам дал расписку? Ну, вы мне тоже свои паспортные данные называли. Ну, а представляете, если это произойдет? И банк выставит, в любой момент может выставить всю сумму долга к оплате. Тогда что будете делать? Он вам наверняка не поможет. Нет, слушайте, я тогда банк пошлю на три буквы. Есть такие три буквы у нас замечательные. Называется суд. А это как так? Суд называется? Да. А вы, ну, хорошо. Вы сразу подумали о другом, наверное, слове, другого, наверное, не знаете. А вы как, а вы как думаете, судебный процесс как проходит? Ой, вы мне сейчас будете говорить, что у вас по новому федеральному закону, вот все будет через нотарию проводить. Да? А вы никогда не сталкивались с этим? А вы к нотарию пройдете, да? В одностороннем порядке судебный процесс проходит. Вызывать никого не будут. Надо же, вы это знаете. Так, ну, а что дальше делается? А вы что в суд предоставите? Вам предоставят условия вашего договора? Нет, нет, это понятно. Да, но он предоставил конкретный, который вы нарушили. Так, ну, а дальше что происходит? Знаете? Что? Ну, вот я вас спрашиваю. Знаю. Ну, что? А вы знаете, что происходит? Конечно, знаю. Вы мне дальше рассказываете, что дальше будет. Вы хотите так? Не, ну, вы мне расскажите, что будет дальше. Вы с вами хотите работать дальше, да, судебными? Что, говорю, у вас там что, закончили вы с шлистом вашей по методичке? Да, что будет происходить? Можете мне сказать? Это для вас. Да. Ну, говорите, слушайте. Вам будет предоставлено от одного до пяти дней на погашение всего долга. Также судебных издержек. Потому что судебные издержки, знаете, да, оплачивает проиграющая сторона. А на основании чего мне будет выставлено все это дело? Как понять, на каком основании? На основании какого документа все это делается? Знаете? Вот, не знаете. А каких документов? А я вам скажу. Вы что имеете в виду? А то, что мне будет выставлено требование в течение определенного времени оплат произвести? Я про это говорю, правильно же, с судом-то? Все правильно. Вот. Это все делается на основании приказа, правильно? Судебного? Приказ, да, все верно. Отлично. Хочется, знаете. А я вас сейчас еще просвещу. Я этот судебный приказ отменяю в одностороннем порядке, так как я буду не согласна с ним. А дальше, знаете, что происходит? И что, что вы будете с ним не согласны? Ну, а дальше, знаете, что происходит? А вы уверены, что при повторном вы выиграете судебный процесс? Я могу его отменить, а оно еще дальше будет. После того, как я его отменяю. Ну, не присуждаю. Дальше что происходит? Вы несете ответственность. А я не исполняю решение суда уже дальнейшего. Вы сейчас там читаете методички, а сами ничего не знаете. Ни законов, ничего. Я ничего сейчас не читаю. Ну ладно, на компьютере там у вас все есть. Что на компьютере? Вот вы не знаете, а говорите сейчас. А я знаю, я в банке работала, я знаю. Я хорошо, что вы работали. Вы в этом банке работали? Ой, слава богу, нет. И вы, кстати, тоже, я думаю, ненадолго там работаете. Потому что с вашими нервами, я считаю, вы скоро оттуда уволитесь. Это ваше мнение. Юлия Сергеевна, оплата сегодня от вас поступает в итоге. Мне что руководство передавать? А я вам уже передала. Я же все под запись, я вам сказала, надиктовала. Ну, хорошо, я вас услышала. На данный момент в таком случае мы фиксируем отказ от оплаты. Это в установленные банком сроки. Ну, хладите трубку тогда. Как видите, рабочий телефон у вас не поменялся? 5910, так же оканчивается. А я такой номер даже и не знаю. Это я сейчас, кстати, без работы нахожусь. Как рабочий оставлен. А организации как называется? Транс-энерго-хим. А, Транс-энерго-хим. Понятно. Так я там уже не работаю, наверное, как месяцев 8, да. А мы не поняла. Об этом в курсе, я уже сообщала. А дополнительный телефон 7210 оканчивается помимо мобильного. Этот номер актуален? А я вам делаю в том, что отправляю уведомление об отзыве персональных данных. Вы на основании данного документа не имеете права звонить моим родственникам. Что? Вы спрашиваете всегда, что, когда не знаете, что ответить? Я не поняла просто вас, почему банк не имеет права звонить. Я Банку Русский Стандарт официально отправила уведомление об отзыве своих персональных данных. И от Банка Русский Стандарт получила письмо, что Банк Русский Стандарт, кстати, письмо официальное, о том, что Банк Русский Стандарт перестает обрабатывать мои персональные данные. Хорошо, у вас больше номеров и нет, кроме дополнительного и мобильного. Ну вот, а на номер 7210 вы не имеете права звонить. Банк имеет право звонить, согласно 126-й федеральный закон, кстати. Не, не имеете, потому что я уведомление об отзыве отправила. Хорошо, я вас услышу. Если оплата от вас не поступает, Банк в любой момент может распорный договор и выставить всю сумму долга к оплате. Вовы чудная. Вовы не связутся. Вовы не связутся. Вовы не связутся. Вы только что сказали составить мне отказ от оплаты, а сейчас мне опять говорите про то, что я сегодня должна оплатить. Ну вообще, я в шоке над вами. А вы должны платить все это? Потому что ваш договор несет юридическую силу. Мы ожидаем от вас сегодня поступление. А, дождите, у вас, кстати, необходимо... Я, кстати, заметила, что у вас договор юридической силы, как таковой, особо не несет. Договор, то много, кстати, нарушений законодательства российского. Я вас услышала. А. Ожидаем от вас поступление сегодня. С вами свяжутся. Необходима будет код авторизации продиктовать. Чек не выбрасывайте. А я не буду больше трубку собрать. Да, трубку кладить, кладить трубку. И увольняйте оттуда. Потому что на такой работе вам делать точно нечего. Это не вам решать, Юлия Сергеевна. А, а сейчас, если я начну говорить еще, что-то вискать. Ожидаем от вас своими реплиниками. Так разговаривать, что ли? До свидания. Ну, я... Ну, друзья мои, здравствуйте. Это Дмитрий Кузнецов. Прокомментирую данный шедевр. Спасибо, кстати, автору. Отлично. В пух и праха, значит, распотронила, рассыпала эту дурочку. Ну, а теперь я обращаюсь к господам коллекторам, взыскателям. Итак, ваш термин, суд пройдет в одностороннем порядке и будет вынесено решение против вас, только звучит страшно. На самом деле, это не суд. Это незаконное мероприятие, которое элементарно при самых-самых начальных юридических знаниях отменяется. Суд, по сути, это истинно состязательный процесс. И законную силу это мероприятие может иметь, если две стороны имеют полное, солидарное, ой, простите, полное, обоюдное право возражать, предъявлять претензии и апеллировать к ним. Только так и никак иначе. То, что вам сказали про судебный приказ, это суть одностороннего заявления на основании того, что якобы существует договор и якобы, я подчеркну, господа коллекторы, должник, то бишь ваш оппонент, ответчик, выражаясь судебным языком, совсем согласен. Вы с ним договорились и он сказал, давайте мы не будем там время тратить в исковом производстве, в суде, а пишите судебный приказ, я все выплачу через суд. Вот в этом случае и на основании 128 статьи, да, 129 статья то же самое дает право ответчику, как и вам, уважаемые банкиры, коллекторы, взыскатели, точно так же в одностороннем порядке вынести возражения в отношении судебного приказа. Вот это возражение может быть обосновано чем угодно. Не согласен с суммой, не согласен вообще с порядком ведения этих разбирательств, да с чем угодно, просто, голословно, я не согласен с судебным приказом. Этого достаточно, чтобы мировой судья в обязательном порядке отменил судебный приказ. Что мировой судья принимает решение об удовлетворении судебного приказа только если должник не защищается, а если ответчик не дает никаких противопоказаний, да, точнее контраргументов. Да, звучит страшно судебный приказ. На самом деле, ну, тот самый черт страшен, но совсем не так, как его молюют. Еще раз повторю, при элементарной компетенции юридически это отменяется. Юридическая компетенция это легко отменяется. То, что эта девочка сидит там за телефоном и понятия не имеет, как вести диалог с более или менее подкованным грамотным оппонентом, это было очевидно, тут продемонстрировано в этом ролике это все в ярких красках, что называется. Ну и, конечно же, спокойствие автора, собственно, дает ему все 10 баллов, которые, в общем-то, можно дать в этом случае. Значит, что я хочу сказать. Хотите поподробнее узнать, как я всегда говорю, приглашаю вас, значит, в нашу группу ВКонтакте, ссылочка на нее в описании этого ролика, также в описании ролика есть ссылка на наш сайт, там есть, на сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов, что мы для вас можем сделать, в том числе и все, что касается судебного приказа и в случае искового производства. Все подробно рассказано, кстати говоря, что почем, сколько стоит, сколько времени на это будет потрачено, какие мы предпримем меры для того, чтобы вас вывести в нормальное состояние, избавить вас от кредитной нагрузки, от финансового рабства, сделать вас свободным человеком. Проходите на ссылочку, жмите, и будет вам счастье. Ну и, конечно же, если вам понравился ролик так же, как и мне, ставьте, пожалуйста, лайк, кто еще не успел этого сделать, подписывайтесь на наш канал. На связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании Алиам. Всего вам хорошего, до свидания.